Журналисты, представители общественных организаций и главные участники президентских состязаний – дети, 1760 школьников со всей страны. В России три федеральных центра, принимающих гостей из 83 регионов. В Орленке традиционно проводят президентские игры, в смене – президентские состязания. Главная площадка реализации спортивных и творческих талантов – образовательный центр в смене «Лидер-клуб». Благодаря участию в этих чемпионатах, которые проходят во всех регионах, многие из вас понимают, что означает быть лидером, что означает становиться успешным, как тяжело дается и сколько тренировок необходимо для того, чтобы достичь успеха. Поэтому мы рассчитываем, что через спорт вы будете развиваться. Президентские состязания – не просто спорт, основа развития творческих и интеллектуальных способностей в нескольких лабораториях образовательного центра. Я хотел бы к каждому из присутствующих здесь обратиться. Смена для вас, эта площадка для вас, она будет дальше благоустраиваться и создавать все возможности для того, чтобы вы могли реализовать свой потенциал по различным направлениям. В этом году в смене приняли детей из подтопленных регионов Дальнего Востока. Претензии к погоде предъявляют и анапчане. Мне очень приятно, что в этом году мы смогли принять более 1800 ребят, в том числе и из Дальнего Востока. Мы старались обеспечить каждому. Единственное, что мы не до конца смогли обеспечить, это максимум солнца. После официального выступления организаторов пресс-конференции участники задавали вопросы. Какие новые виды спорта будут заявлены в следующем году и о перспективах для молодежи. Прозвучал вполне взрослый вопрос от маленькой участницы. В 2014 году в Санкт-Петербурге будет предъявляться. Мне интересно, будет ли федеральный детский центр принимать участие в этом празднике? Очень сложный вопрос. Вы знаете, у нас есть несколько форматов участия. По крайней мере, мы договорились, что зимой этого года, начиная даже в декабре, где от нас будут стартовать пловцы Федерации зимнего плавания, которые в простонародье называют маржи. Они сделают заплыв с берега из федерального детского центра смены. Правда, потом они сядут на пароход, переплывут в Сочи, там потом спрыгнут и выплывут на берег. Таким образом, будет некий такой мостик между Анапой и Сочи обеспечен. А пока в смене формируют основу для развития и воспитания будущих звезд спорта и олимпийских чемпионов. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа. Регион.